Они дожидают, пока фанаты вырастут, когда они будут взрослые, такие ладно, теперь можно жестить Майнив, мы с вами, всем привет, и сегодня с реакцией на видео с канала DTV Animation И это Дисней возвращает эти мульты, на самом деле будет интересно, что они там возвращают Погнали Что там происходит в мире анимации прямо сейчас? Безумие Мастер восторг и ликование фандома Gravity Falls Спустя 10 лет затишки, нам дали не просто пару штучек, пасхалочек и информации Нет, там целый кладезь контента Книга Билла не только раскрыла множество деталей Книга, сайт, очень много всего Но к этому добавился и веб-сайт с огромным количеством секретов, пасхалок и новой информации Миллионы фанатов, кажется, два месяца ломали голову над шифрами, кодами и анаграммами И многими другими загадками, спрятанными в этих двух источниках Они даже продавали душу Биллу Сайферу с письменным соглашением После чего некоторые блогеры сошли с ума Треугольники, треугольники, треугольники Почти два месяца фандом не про... Привет, Билдерлинг, привет Просто оживал, он был возрожден невероятной силой коллективного стремления выводить что-то новое Ну это круто, круто На самом деле, такое редко бывает, что настолько классный подход для возвращения франшизы Опять же, посмотрим, это ради продаж книги Или все же это затравка, чтобы люди вспомнили, что Gravity Falls существует И продолжение Gravity Falls Может быть приквел, может быть сиквел, может быть вообще другая история Посмотрим, я не знаю От которой так давно не поступало чего-то прям серьезного и интересного Так что да, нежданно и негаданно фандом Gravity Falls ожил как птица Феникс И пылающим раскатом хайпа прошелся по всему интернету Отчего многих людей бесило, что опять вы про этот Gravity Falls говорите Почему везде Биллы треугольники Вам давно нужно было к этому привыкнуть Так как фанаты Gravity были почти в любом произведении или фандоме Где были шифры, загадки и пасхалки Они на этом собаку съели Ну да Но что же сейчас? Этот гигантский всплеск фанатской энергии может вылиться во что-то совершенно другое Но во что именно? Может быть возвращение не только Gravity Falls, но и дома совы Он же закончится в принципе вполне нормально А вот Амфибия интересно, он же не закончится в итоге нормально Вот Амфибию реально интересно, что там будет дальше Эти три мультсериала уже давно считаются фанатами частью единой вселенной И как-то всегда было обидно, что между ними никогда не было большого официального кроссовера Ведь каждый из них был вдохновлен Gravity Falls Над каждым из этих проектов работали люди из той самой команды Алекса Хирша, которая создала этот поразительный шедевр Да, это очередной всплеск этой вот эпохи продолжений и перезапусков Ну или просто каких-либо спин-оффов Которые завалят нас просто с головой Ведь вы думаете там только Гамбла возвращают? Не, они обычный мультик собирается возвращать и кучу других мультсериалов Так что с семейным Gravity Falls нет ничего удивительного Но как это произойдет? Почему Дисней снова пускает момент? И что же нам ждать дальше? Об этом мы поговорим сегодня, так что не забывайте поставить лайк, подписаться и оставить кучу множества комментариев Ведь случайный комментарий из-под ролика попадает в другой ролик Мы подписаны, а комментарий оставляйте, да, ссылка в описании на оригинал Прям как эти ребята А мы отправляемся с вами в волшебную страну фанатской эйфории и ожидания новых историй от любимых анимационных миров С чего вообще началась вся шумиха вот эта вот? Пару месяцев назад вышел фактически трейлер, да прям как фильма трейлер, книги Билла Сайфера Не секрет, что Дисней часто делал мерч в виде книги или журналов по мультам из семейного древа Gravity Falls Дневники там дипера, волшебная книга заклинаний Стар, дневник Марси и так далее Неспроста у всех героев всегда была какая-то книженция Потому нет ничего удивительного и в этом мерче, однако книга Билла примечательна Ведь это не просто расширение и углубление лора Ведь после выхода всем и окончательно стало понятно, что здесь собака закрыта куда как глубже Тонны шифров, раскрытие прошлого Билла Сайфера, как он сжег свое родное измерение Эвклидию И его будущее в виде отчаянных попыток вернуться из тетра тюрьмы для всяких побежденных бессмертных божественных сущностей И забытых хтонических богов И ладно только это, хотя как будто бы этого мало Через книгу люди попали на сайт, где взаимодействие с компьютером и вводом букв Целых два месяца люди расшифровывали все, что есть в этой книге и сайте С такой задачей справились бы прям фанатища Gravity Falls Все, билдерлинг Ну да, с этими кусками мяса больше делается ничего У вас экзамены на носу, а вы какие-то ролики с шифрами да загадками смотрите Это автор покушает, ну это одобряем, одобряем, вот это автор тоже покушает Опа, привет, я тут подъехал к вам, чтобы сказать, что у меня вышла игра в стиме, ребята Если вы хотели как-то меня поддержать или попробовать мою игру просто, может она вам даже понравится Я был поэтому очень рад, вы можете перейти по ссылке в описании и ее купить На самом деле это будет сейчас лучшая поддержка меня Для меня это очень важно, правда, это прям новая ветка моей жизни Поэтому если вы правда хотите меня поддержать, приходите в стим Покупайте игру, играйте ее, оставляйте отзывы Вот, а так продолжаем смотреть видос Но они, понятное дело, неустрашимые Вот ФНАФ, помните? Это фанаты Гравити Фолс Пасхалки искали Андертейл, помните? Вот это фанаты Гравити Фолс Гастера из кода игры вытащили Я в этом абсолютно уверен И сравнивая все из книги, сайтов, с каждым рандомным словом со всего сериала за два сезона Из сайта они получили и голоса потерянных душ погибших родителей Билла Отголоски погибших в Эвклиде Еще куча нового лора Настоящий сценарий для потенциальных серий О том, как Билл Сайфер пытался с тем или иным персонажем связаться И даже настоящий рассказ о том, как Билл овладел каким-то трупом в Канзасе И в виде мессии основал секту религии шифрологии И строил портал силами слабовольных толп Пока в противостоянии с полициями и прочей фигней не был сожжен Если честно, после 10 лет затишья в сериалы и в принципе франшизы Такой подарок фанатам мало что в принципе может дать Они дожидают, пока фанаты вырастут Когда они будут взрослые, такие ладно, теперь можно жестить И нажестили на годы вперед, нормально Справился на отлично Фанаты не только получили кучу нового интересного И пускай не в виде мульта, конечно Но и активно всем интернетом боролись с этими шифрами Коих с барского плеча отсыпал наш треугольник В шляпе с бабочкой Но, что теперь? Как вы могли понять, хайп стал колоссальный Фандум ожил Снова начали появляться эти ролики по типу Гравити фолл скоро! Да, я сам этим грешил, лкаюсь, но там есть свои подводные камни Но я хотя бы душу треугольнику не продавал, как некоторые Ха-ха! Билл, заткнись! И недавно была объявлена совершенно неожиданная вещь В твиттере объявили о возвращении и объединении сразу трех любимых франшиз Серьезно? Савиный дом, амфибия и Гравити фоллс И более того, эти миры будут совмещены Да ну! Та, ну, не, ну Ооооо, амфибия мне очень не нравится сериал Савиный дом тоже мне понравился на самом-то деле Блин, ооо! Ухихих! И тут есть одна небольшая проблемка Ведь вы уже зарядились хайпом Как так? Все три сериала вместе А в какой форме это планируется? Эта новость вышла на твиттерском аккаунте Gravity Falls Updates Три любимых анимации Книга Соединяются через поток мультивселенной Чтобы остановить Билла Сайфера Сделано это все будет при содействии Алекса Хирша, автора Гравити Мэтта Брейли, автора Амфибии И Даны Террас, автора Савиного дома Так что да, все три автора главных Делают вот это вот событие Да только вот написано, что все это событие Как бы связано с выпуском нового мерча И все Эта новость, правда, разумеется, уже хватило Чтобы люди протрубели про новые сезоны Но о сезонах не было и речи Ни слова Тут сказано новый мерч Но не сезоны И казалось бы, слово мерч простое Ни на что не претендует Однако книга Билла же тоже мерч А то, что она вела на сайт С еще большим количеством всякого Не означает, что оно не часть мерча Ну все, Ди, хватит душнить, скажете вы И давайте кайфовать, тусить Увидим новую книгу С комиксами, лором и иллюстрациями Как Луз в форме Титана Со всей магией Вся семейка Пайнс в полном сборе И Энни с силой бога Что сама наваляет Биллу в глаз В общем, как они его становятся Погоди, или амфибистически закончилась Пацан, может я второй сценарий не посмотрел еще Ладно Но только вот Надо поговорить о другом маленьком кусочке информации Дело в том, что Дисней Не имеет к этому никакого отношения Как вообще может существовать Соединение этих мультов Так еще и в виде мерча Значит с продажами И Дисней, будучи жадной Американской корпорацией Совсем не при делах И даже если это так То каким образом можно сделать Что-то такое масштабное Без Диснея Да, как бы многие не любили бы тот же Дисней Именно Дисней помог книге Билла выпуститься Так и выпустить все три сериала Давайте помнить об этом Разве что он не участвовал в ее пиар-компании Но в остальном-то Дисней сделал то, что от него полагалось И да, все действительно так Вещь, которая, казалось бы, должна была быть сделана первым делом Диснеем Ради выгоды и плюсов в копилку репутации В которой Дисней сейчас нуждается Но делается это только авторами шоу вообще Это вообще интересно Не связано с корпорацией Это все коллаборация авторов И пускай мы не говорили так часто об авторских правах Но права на Гравити по-прежнему принадлежат Алексу Хиршу Не на сериал, тот у Диснея Но на вселенную и саму задумку Оно разумеется у Алекса Это мы говорили в других роликах Но я не думал, что точно такая же ситуация у Амфибий И тем более у Савиного дома А фанаты Савы могут вспомнить, как Дисней жестоко поступил с Савой Да, они там концовку вообще не дали времени Ну короче, ну да С Савином домом печально все было Не нуждается в представлении Там сколько это было концовка? А Амфибия, история о трех подругах Что попали в высекай с жабами и древними технологиями А одна из подруг в конце стала божеством А закончилось все очень трогательно Но не без нотки реализма Если честно, у Амфибии возможно не хэппи-энд Однако среди Гравити и Савы Сценарно финал самый эмоциональный А с Савой все вышло крайне печально Шоу и так сделали менее взрослым и жутким Чего хотела Дана Оригинал Савы был бы намного мрачнее Ну так его еще и урезали От чего сериал пришлось в спешке заканчивать Оставив в сюжете множество недосказанных деталей Что ж, мы живем в этой вселенной Однако жестокая реальность не забывает ударить по крутым идеям Ведь вся идея коллаборации будет невозможна без ваших денег Да, Алекс, Дана и Мэтт Открыли программу на Кикстартере По сбору средств на производство этого загадочного мерча Да мы даже не знаем, будет ли там что-то сюжетное или лорное А не просто прикольные тематические штучки В виде всяких рюкзаков, пеналов или еще чего-нибудь Мы не знаем, какая у них будет стоимость А так как это не массовый продукт Уверен, что вещи будут элитарные И в ограниченном количестве А также они не появятся без помощи фан-базы И я, конечно, оставлю ссылку где-то в описании на этот сбор Но не думаю, что это поможет, если у вас нет долларов И если вы не в Америке И вот у меня назревает вопрос Откуда мы вообще знаем, что здесь будет что-то интересное? Я это к чему? Ну я думаю, если собрались именно авторы, а не Дисней Мне кажется, тем более будет что-то интересное Потому что, ну они любят свои дети Это их дети И видно, что они к ним относятся максимально с любовью А мы привыкли, что Дисней это сила зла и все такое Даже Билл Сайфер рядом с Микки Маусом Лишь же детский треугольник, а не демон, но все же Ведь именно в сражении и сценарных боданиях Как баранов с Диснеем У Алекса, данной Мэтта, вышло именно то, что вышло Именно то, что вы увидели И то, что вы полюбили Да, они могут сделать и иначе Или круче Но этого мы не узнаем Мы лишь знаем то, что мы уже любим и ценим А это три известных нам сериала Да и к тому же Лично я считаю, что они легко могут избежать раскрытия какого-либо лора Без содействия с Диснеем Это я к чему? Но мы же видим, как Дисней ухватился за веточку делать продолжение Новый Финис Эфирм, новая Эльза, Моана 2, Зверополис Продолжение Гамбла, продолжение Время Приключений, продолжение обычного мультика, возможно возвращение из Сильны Стивена и других сериалов от других каналов или студий И Дисней делает то же самое Это и многое другое само за себя говорит Диснею нужны популярные айпи А зная, как вы любите играть и фолл с собой амфири Я думаю, да, что-то они, что-то могут придумать Что даже устраивали всякие оуконы, даже когда Диснея в России уже три года как нет То, я думаю, Дисней упускает огромную возможность, не делая ничего с этими мультами И вероятно, разговоры о каком-либо продолжении или новых книгах Билла точно где-то в подвалах доведутся А потому именно крутой лор от Даны или Мэтта точно они бы сохранили для своих шоу Ведь в отличие от того же Хирша, что принципиально не будет делать третий сезон с Диснеем За мнение этих двоих мы еще не можем быть полностью уверены И подводя итоги, хочется, чтобы мы просто снова увидели и получили что-то крутое Если это будет какая-то кроссоверная межвселенская книга с мирядом шифров Мне кажется, Алекс Кирш прикольно, если бы показали какой-то приквел Мне кажется, было бы хорошо, который углубил бы ту же историю, как вот от Сайд Мне кажется, было бы круто Стар Потерсил Зла классный мультик тоже Хороший Буду ждать, будет интересно, что там будет Капец, требует лолошку везде Ребята, ссылочка на оригинал в описании Приходите подписываться на ДТВ, обязательно подписывайтесь И подписывайтесь на мой канал, мне было бы очень приятно Всем счастья, здоровья, дай свою придачу Пока